Хочу всех поприветствовать. Тема старой электроники, которой накопилось уже у каждого довольно много, я думаю, поднималась уже и не раз. И я об этом рассказывал также в своих видео. И сегодня поговорим опять, куда девать спутниковые ИТ-2 тюнера. Но больше, конечно, спутниковые, потому что они появились раньше, и их накопилось довольно большое количество. Старые тюнера, которые вообще были на заре этого всего, я думаю, уже перешли практически в ряд антиквариата, и их почти ни у кого нет. А вот тюнера, которые были последних 10-15 лет, это SD-тюнера. Они, как правило, отличаются от новых своими габаритами. И вот один из них. И давайте разберемся, что же можно из них получить, что вынуть или на что переделать, куда использовать. И сразу предлагаю разбить их на две группы. Это тюнера, которые полностью вышли из строя, то есть нерабочие, и тюнера рабочие. Так вот, нерабочие тюнера стоит, опять же, разбить на две категории. Вот, допустим, как этот нерабочий тюнер. Я на его примере и покажу. Это тюнер Orton 4100. Он не работает. Ну, не работает как? Не то, чтобы полностью, частично. Он включается через Rast. Сигнал практически не видит. Итак, разбираем его. Я уже разобрал заранее. Открутил блок питания. И я об этом тоже не раз рассказывал. Быстренько изучаем его. Потому что, сразу акцентирую, если этот тюнер требует серьезного ремонта, то возиться с ним не стоит. Если вы не собираетесь его использовать. Потому что, бывает, приходят клиенты и просят отремонтировать этот тюнер, потому что они привыкли уже к нему. Этот тюнер будет просто разобран под запчасти или куда-то еще. Сейчас мы определим, что из него можно полезно использовать. И вот, смотрим на его блок питания. Изучаем. Первым делом смотрим на все электролиты. И здесь, видите, один есть. Вот он, вздутый. Как правило, вот это и весь дефект этого тюнера. Если тюнер пытается запускаться и частично работает, то обязательно за это отвечают электролиты. Иногда это бывают электролиты по первичке. Вот этот высоковольтный и вот этот маленький питание шим-контроллера. Но здесь вот именно вот этот вздутый. Сейчас я его выпаяю, заменю. И, как правило, тюнер будет готов. Точнее, тюнер этот нам как тюнер уже не нужен. А мы сейчас посмотрим, что реально можно из него использовать будет. Отремонтировав этот блок питания, однозначно он самая ценная вещь в этом тюнере. Его может использовать большинство, даже если вы сильно не умеете паять или не разбираетесь в деталях. Потому что есть детали и ценные, которые можно использовать для творчества в самом тюнере. Такого плана старых тюнерах, как правило, везде был светящийся дисплей. Это светодиодная матрица на 3-4 цифры. Ее можно использовать для творчества. И не просто саму матрицу. Здесь, если посмотреть, есть плата. Там контроллер управления этим светодиодным индикатором цифровым. Ее можно подключать к микроконтроллером, программировать к разным другим устройствам. Но это более серьезно. Уже нужно этим заниматься. Так же само можно частично разобрать материнскую плату. Из нее использовать какие-то разъемы. Допустим, вот разъемы видеовхода. Входа, компорт, в общем-то, какие-то скарт-разъем, антенные входа. Ну и антенные входа, они находятся на модуле. Их оттуда воззять не так уж просто. Стабилизатор напряжения регулируемый. Практически в каждом тюнере он был. На радиаторе. Его только нужно выпаять. Правильно распаять. У него всего лишь три ножки. И у вас будет, можно сделать регулируемый блок питания до 32 вольт. Еще маленький стабилизатор на 1,8 вольт. Ну и какие-то конденсаторы можно использовать. И один транзистор. Все в этом. Больше тут ничего ценного нет. А вот блок питания. Это даже если вы не умеете паять, или там не сильно в этом разбираетесь, то сделать из него для себя какой-то блок питания, который можно потом будет использовать. Единственное, что для него нужно сделать, будет корпус. Сымается вот этот шнур. Они, как правило, сымаются с тюнеров довольно легко. Включаете сюда. И он идет потом в розетку. Здесь набор напряжений. Тут не одно напряжение, которое также может вам пригодиться. На этом блоке питания есть выходы на 3,3 вольта, 5 вольт, 12 вольт, 24 вольта и 30 вольт. Но 30 вольт здесь, в этом блоке питания, не задействован. Бывает, что обмотка намотана просто недопаянной детали, а бывает и не намотана сама катушка в трансформаторе. Поэтому те, которые я назвал 3,3, 5, 12 и 24, здесь стопроцентно присутствуют. Но, чтобы определимся сразу, какие из них можно нормально использовать, это 3,3 вольта и, как правило, 5 вольт. 3,3 вольта там более мощный ток, 5 средний, а вот 12 и 24 там более слаботочный. Ну, для простеньких схем, для творчества там, этот вам все пойдет. Тем более, такой набор напряжений, которые чаще всего можно в разных своих поделках использовать. Также он будет полезен тем, кто занимается ремонтом какой-то слаботочной электроники, такой же, как тюнера, модемы, там роутеры. Он также пригодится для питания этих схем. Некоторые мне сразу скажут, что этот собой блок питания очень слабый, ничего собой не представляет, куда его можно использовать. Поверьте, это же я рассказываю не для профессионалов, а для людей, которые начинают заниматься каким-то творчеством, пытаются разобраться в электронике, зажечь светодиод, собрать какую-то мигалку, пищалку, какой-то простенький усилитель. Он для этих целей очень хорошо сгодится. Давайте посмотрим на мощность. Вот здесь на тюнере написано 20 ватт. Это общая мощность блока питания. Иногда бывают корпуса побольше, там можно встретить и 30, даже 35 и больше мощности блоки питания. Там, где присутствует и напряжение 30 вольт, сейчас у меня под рукой нет, это более старые тюнера, и там блоки питания немножко побольше размеров. Но главное преимущество именно этого блока питания, то, что здесь есть сразу 4 напряжения, это очень удобно, если вы делаете какие-то несложные схемы, и вам иногда нужно бывает несколько напряжений. Вот как раз для этих целей блок питания этот подходит идеально. Допустим, при помощи него даже можно делать схемы, которые сейчас, как стало модно, вакуумные газоразрядные индикаторы, на них делают разного рода часы. Допустим, индикаторы от старых калькуляторов или кассовых аппаратов. Вот там нужно, допустим, напряжение анода. Это, как правило, 24, 25, 28 вольт. Вот как раз эти 24 вольта там и пригодятся. 5 вольт и 3 вольта это для питания логики, 12 вольт для каких-то там других источников. Более сложный вариант, я также уже когда-то о нем рассказывал, переделывается этот блок питания под нужное вам напряжение. И тогда вы можете получить на одной обмотке всю эту мощность 20 ватт, которую имеет этот блок питания. Для этого выпаивается трансформатор, разбирается. Это очень легко сделать. Кому будет интересно, посмотрите мой плейлист по ремонтам. Я разбираю легко эти трансформаторы и потом их очень легко восстановить. Перематываете катушку, меняете тут одну детальку и у вас уже на нужное вам напряжение. Допустим, вам нужно 15 вольт. Переделали и у вас есть в наличии 15 вольт. Но главное еще это не то, что вы там допустим получили блок питания или какую-то другую поделку из этого тюнера. А то, что это вы сделали своими руками, я думаю, это будет приятно, если у вас есть ребенок, который этим интересуется и вы вдвоем сделаете что-то интересное. Конечно, одному ребенку доверять работу с напряжением 220 не стоит, а вот если вы сделаете это вдвоем, то это будет довольно полезно и хорошо для развития детей. Если у кого есть еще какие идеи, что можно использовать из старой техники, такой, например, как спутниковый тюнер, пишите. Я думаю, они будут интересны и не только мне, а и другим зрителям. И если вы напишите это все в комментарии, то многие этим воспользуются или хотя бы будут знать. А на этом я буду заканчивать. Если видео понравилось, поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал, если вы не подписаны. И всем приятных просмотров и до новых встреч.